Привет-привет! На ваших экранах новый блокбастер от телеканала Саратов-24. Называется он «Как провести свое свободное время максимально интересно и увлекательно» или «Где набраться сил и эмоций на целую неделю» или «Куда можно сходить, чтобы выходные прошли не зря». В общем-то, есть и более сокращенное название. Это программа «Афиша» и я ее ведущий Сергей Сазанов. Сразу хочется начать с хорошей новости. Теперь мы с вами будем еще ближе. Рассказываю как. Действие первое – подписаться на наш аккаунт в Инстаграме. Вот ссылка. Действие второе – отлично провести свой выходной день, сделать фотографию с места событий и выложить ее в своем Инстаграме. Действие третье – отметить на этой фотографии пользователя Саратов-24 и поставить хэштег «Афиша Саратов-24». Все слитно. Сделать это нужно до вторника. Затем мы случайно выберем из всех участников одного счастливчика и щедро его наградим билетами на какой-нибудь концерт или выставку. В этот раз будет два билета на безумно веселый спектакль. Подыскиваю жену недорого. В главных ролях звезды Comedy Woman и Comedy Battle – Марина Федункев, Татьяна Морозова, Роман Юнусов и Денис Косяков. А теперь торжественно даю старт нашей еженедельной афиши эстафети. Ленточка перерезана! Ура, товарищи! Ладно, с этим все ясно, пора мне работать. Итак, начнем. Раньше поэты устраивали творческие вечера в домах культуры. Сейчас, конечно, эта форма распространения своего таланта никуда не делась. Но появилась и альтернативная в интернете. В один прекрасный день молодой человек по имени Евгений Соя выложил свои стихотворения на суд читателей в сети. И им понравилось! Прошло пару лет, и поэта уже узнавали тысячи людей. После чего он начал колесить по городам и устраивать маленькие квартирники, где делился со слушателями своим творчеством. В Саратове прошла одна из таких встреч, на которой побывала и программа Афиша. Как это было, смотрите в сюжете. Цветаева, Бродский, Тютчев – эти фамилии, известные практически всем жителям нашего города, России и даже мира. Прославились они благодаря своему творчеству. Сегодня программа Афиша пришла на поэтический вечер современного поэта Евгения Соя. Давайте послушаем, что он приготовил для зрителей. Это, в полном понимании слова, поэтический вечер. Все составляющие на своих местах. Приглушенный свет, сбившиеся в полукруг слушатели, некоторые сидят даже на полу, чашки с еще не остывшим чаем, испускающим тонкий струй пара. И в центре он, ради кого собрались представители поколения Y, поэт современности Ессоя. Я никогда не думал, что буду печатать книги, потому что все мои стихи в интернете, как бы зачем, какая нужда в какой-то книге, да. Вот. И ко мне подошли ребята, говорят, там, так и так, хотим твою книгу. Я говорю, ну-ка, кто вот это объяснил? Говорю, у меня все стихи в интернете, я не думаю, что это кому-то будет интересно, даже, да, там, в каком-то коммерческом плане, что это кто-то будет покупать. Как бы, других стихов у меня нет, кроме тех, которые читают на вечерах, и которые уже, соответственно, есть в интернете. Я говорю, слушай, ну, если вопрос только в этом, мы готовы, там, там, проспонсировать, да, там, так сказать, создать какой-то дизайн, ты просто нам пришли стихи. Я говорю, не вопрос, прислал, вышла книга. А затем новые и новые книги. Сегодня поэт делится своими мыслями уже из пятого по счету сборника. Он называется «Юности». Туда вошли совсем недавние произведения 2013-2014 годов. Просыпаюсь, в кровати лежит двое тело, Тяжелее всего утром, когда уже никуда не зовешь труба и не вставая выкуриваешь полпачки. Но знаешь, ты моя судьба. Я просто не верю, что я такой неудачный. Отдельно стоит поговорить про иллюстрации книги. Это своеобразные коллажи-полурисунки. Над ними работало большое количество человек из разных стран. Но основную работу взяла на себя Наталья Чирикова, которая и организовала творческую встречу с Ессоем. Я занимаюсь дизайном, архитектурой, иллюстрацией. И вот с Женей, собственно, мы познакомились, когда я предложила ему делать иллюстрации для его стихов и обложки рисовать. На вечере поэзии Евгения Соя практически не было аплодисментов, ни формат. Молодой человек один за одним рассказывал свои стихотворения, преимущественно про любовь, вне контекста и времени. А слушатели, затаив дыхание, наслаждались голосом и словами автора в атмосфере этого квартирника. Я как-то себе это не особо представляла. У меня не было такого впечатления, которое я хотела бы получить. Но все равно встреча оказалась очень душевной, такой домашней даже. Не так давно нашла, по-моему, в ВКонтакте страничку. Мне что-то безумно понравилось стихотворение. Ну, увидела, что едет в Саратов. Очень расстроилась, что не попала осенью. Вот полгода ждала, дождалась. Произведение, его произведение, у меня очень такое приятное впечатление. Я не ожидала, что у нас все-таки еще существуют современные авторы в таком стиле. Очень ярко, и я даже не ожидала. Не такого типа заведения обычно мы предпочитаем, но очень круто, правда. Очень тепло, атмосферно и необычно. Стоит каждые копейки, чувак. Как-то так. В наши сложные, суровые, холодные, еще пока не наставшие весенние будни, Женщинам всегда приятно послушать про любовь, получить какие-то эмоции, тем более столько слов о любви. Редко один вечер услышишь. После монолога автора настало время диалога. Собравшиеся просили Есоя прочитать определенные стихотворения и задавали привычные вопросы, где он берет вдохновение. И, конечно, мало кто удержался, чтобы не попросить поэта оставить автограф на книге и сделать совместное фото. Кто знает, может, через пару-тройку сотен лет, когда Есоя станет классиком, эти снимки окажутся настоящим сокровищем. Не чужая смута. Так называется новая книга известного российского писателя Захара Прилепина. Презентовать результат своего творчества он решил лично. Саратов-писатель приедет 4 апреля в 19.30 в Ленинград-холл. Там Захар Прилепин расскажет о своем долгом творческом пути, крупных литературных наградах и, главное, умозаключениях, кому на Руси жить хорошо. Кроме того, наверняка на мероприятии можно получить от писателя автограф на книгу. И, возможно, через много-много лет такие экземпляры станут раритетом. Саратов посетил известный поэт и музыкант «Дельфин». Этот исполнитель славится своим альтернативным подходом к творчеству. На его концертах нет диких танцев и шумных компаний. Все сконцентрировано слушают тексты артиста и необычные музыкальные ходы. Прониклась творчеством «Дельфина» и наш корреспондент Марина Ягина. В клуб «Он Эйр» с презентацией нового альбома «Андрей» приехал «Дельфин». Он же Андрей Лысиков. Вокруг этого альбома уже много споров, так как в нем переплетается новое звучание и необычная подача. 13 треков – это больше поэзия, положенная на музыку. Сегодня программа «Афиша» узнает, какое оно – это новое звучание и как его воспримут саратовские поклонники «Дельфина». «Черная лирика» – так говорят о творчестве Андрея Лысикова. Многие его помнят по альбому «Глубина резкости», песни «Я буду жить» и «Любовь» были яркими хитами нулевых. Многие приходят на его концерты в надежде, что он будет исполнять свои старые хиты. Но нет. Сейчас его творчество не похоже даже на то, что издавалось лет пять назад. Тексты стали жестче, а в музыке стало больше трескучей абстракции и электронного пульса. Но это саратовских поклонников «Дельфина» не остановило. Ну, последний, по-моему, на самом деле удивил, потому что до этого «Дельфин» был совершенно другим, а это вот слово «сексуальное» не очень, не так просто, как принесло на мою речь, потому что, да, очень грустный альбом. Я надеюсь, что еще и старые хиты все-таки услышим. Очень сильно изменилась музыка на самом деле. И очень прекрасные стихи он на самом деле сейчас пишет. Я жду счастья и любви, вибрации любви хочу подпитаться, потому что не хватает этого в жизни. И «Дельфин» он мне это дает. То есть я чувствую от него это на протяжении многих лет, поэтому я пришел сюда. Я думаю, что у «Дельфина» все получилось. Он долго шел по своей музыкальной стезе. Он, можно сказать, создал свою нишу музыкальную в российской музыке. И я думаю, у него все получилось. Конечно, «Дельфин» не тот музыкант, у которого на концерте можно наблюдать танцы и безудержное веселье. Но, с другой стороны, именно этим он и привлекает. Недаром за ним закрепился ярлык «Не такой, как все». В этом и есть вся глубина и философия «Дельфина». Кроме того, что этот год у нас год литературы, так еще удачно совпало, что Радичевский музей отмечает свой юбилей. Поэтому коллекции и выставки обновляются с завидной периодичностью. С 3 апреля открывается очень интересная выставка изобразительного искусства «Связь времен». Хранители музея собрали в одну коллекцию лучшие картины, начиная с самых ранних и вплоть до современных работ. Открытие «Связи времен» запланировано на 16.00 3 апреля. Согласитесь, иногда хочется вернуть время назад и перенестись, например, на первые концерты Мадонны или увидеть, как Ахматова читает свои стихотворения на публику. Такое желание массовой аудитории породило новый формат концертов – трибют. На трибютах на сцене выступает не сам кумир миллионов, а его двойник. Вот такой вечер 9 апреля состоится и в Саратове в Театре драмы. Трибют посвящен знаменитому Адриану Челентано. Буквально через пару минут представления вы забудете, что это не он. Сам итальянский актер и певец видел это представление и в шутку сказал, что приятно посмотреть на себя молодого и беззаботного. Адриана Челентано будет ждать вас в Театре драмы 9 апреля ровно в 19.00. А сейчас самое время сделать паузу. А дальше вы и сами знаете, что скушать. Да простят меня продюсеры телеканала за такую рекламу. Мы вернемся буквально через пару минут. Привет всем, с кем еще не виделись. Меня зовут Сергей Сазанов и это программа Афиши на телеканале Саратов 24. Чем мы тут собственно занимаемся? А мы тут рассказываем о самых увлекательных и интересных мероприятиях, на которые можно сходить вам, вашим друзьям, вашим детям или родителям. И мы продолжаем. На один день династия Запашных уступила арену саратовского цирка Труппи из Китая. 45 акробатов показали свою культуру через пластичные движения и удивительные для российского зрителя номера. Больше всего удивило разнообразие подходов к акробатическим номерам. В одном прыгали через лосо, в другом держали на ногах зонтики. Проще показать, чем рассказать. Сегодня программа Афиши решила посетить необычное мероприятие. Акробатическое шоу «Спящая красавица». А необычное оно потому, что приехали артисты из Китая. Давайте посмотрим, что подготовили 45 акробатов для саратовского зрителя. Дальянская акробатическая труппа, пожалуй, один из самых известных цирковых коллективов Поднебесной. Они успели выступить практически по всему миру и получили больше 200 престижных наград. Саратов акробаты из Китая привезли свою интерпретацию истории о «Спящей красавице». Сюжет, конечно, размыт, но главную героиню сказки среди остальных 45 артистов найти несложно. Одна из особенностей цирка из доляний – это интересные атрибуты для выступлений. Зонтики, кувшины, тарелки и даже шляпы. Самый оригинальный, на наш взгляд, это лассо. Акробаты в костюмах волков используют его совершенно не по назначению. Вместе с демонстрацией гибкости человеческого тела и всевозможными трюками артисты из Поднебесной привезли и частичку своей культуры. Она прослеживается и в костюмах, и в обильном использовании образов животных, и в музыке, которая сменяется на каждом номере. Я тоже в восторге от этого представления. Очень необычно и очень пластичные люди. У них больше постановочных номеров, больше театральности, я бы сказала. У нас больше на технику обращают внимание. Ну, красивые костюмы, конечно, там музыка есть. А у них более современное освещение и постановка больше, постановочные номера. Мне вот очень понравились вот эти вот волки, как они там прыгали, прыгали. Ну, это вот невероятно. Вот недавно на Запашных мы были. Там более, скажем так, представление шоу, более шоу. Здесь вот именно цирковой вариант, такое ощущение акробатическое. Мы не увидели животных, как понятно. И, ну, у китайцев больше акробатики. У нас под куполом гимнасты воздушные. Здесь вот мы видим акробатику, силовые упражнения, очень интересно. А здесь синхронно все у них, как бы, ну, красиво, публику взрывают. Ну, прикольно. К сожалению, график гастролей у дольянских акробатов очень плотный. Из Саратов они приехали всего лишь на один вечер. А потом снова собирать 12 тонн декораций в мешки и отправляться в другой город, чтобы нести свою культуру в массы и вызывать удивление у жителей всего мира. Хотя машину времени еще не изобрели, но у жителей Саратова и Энгельса есть прекрасная возможность переместиться на пару дней в средневековье. Сделать это можно с 5 апреля в доме музея Павла Кузнецова. Там открывается целый ремесленный квартал. Резчики по дереву и яичной скорлупе, вышивательницы, керамисты, художники и авторы, работающие с кожей и другими диковинными материалами. Кроме того, все можно будет потрогать и попробовать сделать самому. Для тех, чьи золотые руки не готовы заниматься ремесленным производством, в первый день действует специальное предложение. Понравившиеся экспонаты можно купить. Моду в массы! Такой слоган отлично подходит для мероприятия, прошедшего недавно в шоппинг-центре «Сиеста». Назвали его фэшн-фестиваль весны. Там красивые девушки в красивой одежде красиво демонстрировали тренды сезона. Приобщилась к модному старту весны и лета наш светский обозреватель Влада Черняева. Сегодня программа «Афиша» отправилась на самое модное событие этой весны. Как обещают организаторы, гостей фестиваля ждут фэшн-показы, новых коллекций, конкурсы и модная фотосессия. Несколько сотен посетителей торгового центра «Сиеста» не отрывают взгляд от подиума. Через пару минут по нему пройдут модели, над образами которых работали лучшие стилисты шоппинг-центра. Смелые яркие луки подойдут как для выхода в свет, так и для прогулки по городу. Организаторы фэшн-показа соединили вместе основные модные тенденции весны 2015. Это джинсы с высокой посадкой, платье-рубашки и давно забытые штаны-клёш. Конечно же, яркие оттенки – фуксия, лайм, оранжевые тона, солнечные, жёлтые. «Сиесте» представлен эксклюзивно в Саратове бренд «Мэкс». Одежда коллекции «Мэкс» всегда экстравагантна, красива, сочна. Можно лицезреть «Сиесте» всю цветовую гамму этих коллекций. Организаторы фэшн-фестиваля представляют не только модные образы для мужчин и женщин, но и детские коллекции. Они немногим отличаются от взрослой моды. Схожесть цветов и фасонов. В детских моделях прослеживается фантазия, нежность и романтика. А для того, чтобы наряды не казались скучными, дизайнеры советуют сочетать спокойные нейтральные цвета, такие как кристально-белый и чёрный с яркими тонами. Например, ярко-красным и сочно-зелёным. Ещё один тренд детской моды – принты. Кофта. Она здесь в стиле и в цвете. Юбка. Она сюда подходит по цвету и по стилю. Скорее это может как-то повлиять на нашу жизнь. Допустим, мы можем стать топ-моделями или другими людьми, потому что это всё нас меняет. И если эти показы показывают, какая одежда хорошая, а какая нет. Не стоит забывать, что стиль создаёт не только одежда, потянутая фигура и безупречный макияж – основа красивого образа. Согласно с этим и организаторы, в завершении фэшн-показа проводят розыгрыш, в котором победители получают подарочные шоппинг-карты, абонементы в фитнес-клуб и различные бьюти-подарки. Одним из них стало выступление популярных саратовских исполнителей. О, Боже, мама, мама, я свяжу с ума. Весна – традиционное время для обновления гардероба, а также веская причина – увлечься модой. Женщина без моды – это не женщина. Всегда, в любом случае, надо следовать, тенденциям и смотреть. Мода для мужчины – это интересная тема? Достаточно интересная, конечно. Ты знаешь, мне кажется, я немножко далёк от моды, я просто стараюсь одеваться красиво, стильно, как мне нравится. Свободу выбора поддерживают и самые популярные мировые дизайнеры, но всё же дают несколько советов о том, что в этом сезоне на пике популярности. Так к мастхэв-обновкам относятся вещи пастельного монохрома. Выбирайте любимую гамму – нежно-голубую, лососевую, зелёную или сиреневую – и обличайте с неё с головы до ног. Оттенки могут быть разными, а палитра строго единой. Стилисты рекомендуют добавить к такому наряду яркий акцент, например, сумку неонового оттенка или пёстрые туфли. Это поднимет настроение и придаст образу естественную для весны легкомысленность. Влада Черняева специально для программы «Афиша». Наш светский обозреватель успела не только оценить фэшн-праздник весны, но и узнать поподробнее, в чём секрет потрясающего внешнего вида, какая блузка лучше или в каком цвете встретить весну. Смотрите в модном обзоре Влада Черняевой. А вы знали, что у нас в городе тоже есть своя Лига КВН? Если нет, тогда вам обязательно нужно пойти посмотреть это мероприятие. 5 апреля в Театре Драмы состоится весенний кубок клуба весёлых и находчивых. Около 20 студенческих команд приложат все силы, чтобы рассмешить зрителей до слёз. Организаторы обещают как минимум хорошее настроение. А учитывая, что по преданию смех ещё и продлевает жизнь, то пару лет вы себе точно насмеёте. А теперь без шуток. 5 апреля Театр Драмы «Весенний кубок КВН». Почитать что-нибудь интересное никогда не бывает лишним. Например, из свежего выпуска журнала «Телесемь» от 1 апреля вы узнаете. Фильму «Красотка» 25 лет. Какой на самом деле должен был быть финал? Астрологически правильная мама Василиса Володина. Как рассчитать счастье ребёнка по часам? Конкурс детского рисунка. Великая победа глазами детей. Как принять участие и попасть на выставку в Парке Победы? Наши запасы событий и мероприятий иссякли. Хотя... А нет, точно иссякли. Для тех, кто включился, не сразу напоминаю. Программа «Афиша» затеяла целый марафон, за который вы будете получать билеты на разные мероприятия. Как это сделать? Сначала подписаться на аккаунт «Саратов24» в Инстаграме. Ссылка ниже. Затем потрясающе провести своё свободное время. Сделать фотографию и выложить её в своём Инстаграме. Потом отметить на этой фотографии пользователя «Саратов24» и поставить хэштег «Афиша Саратов24». Пишется слитно. Успеть проделать эту процедуру надо до вторника. А после мы выберем случайным образом одного счастливчика и дадим ему два билета на какое-нибудь мероприятие. В этот раз на уморительную комедию подыскиваю жену недорого. В главных ролях звёзды «Камеди Вумен» и «Камеди Баттл». Согласитесь, неплохо, да? Веселишься в выходные, а потом ещё и билеты получаешь. На этом мы заканчиваем. С вами был Сергей Сазанов и программа «Афиша» на телеканале «Саратов24». Встретимся через неделю. И помните, в Саратове интереснее, чем вы могли подумать. Редактор субтитров А.Семкин